Необходимо соблюдать все правила и нормы, принятые в цивилизованном государстве. А родное наше государство нам, как выясняется, не доверяет. Каждый третий автомобилист за год хотя бы раз получил ошибочно выписанный штраф. Списывать долги с банковских карт граждан можно будет автоматически. Писание со счетов граждан долгов по административным штрафам приведет к произволу со стороны чиновников. И это действительно так. Здравствуйте. Это программа для понимания того, что происходит, будет или может происходить. И как это скажется на каждом из нас и на обществе в целом. Давайте сразу, чтобы не было никаких кривотолков, я обозначу свою позицию. Нарушать законы нельзя. Необходимо соблюдать все правила и нормы, принятые в цивилизованном государстве. Это нормальная гражданская позиция. Но при этом и государство должно вести себя соответствующе. Иначе получается какая-то несправедливая ситуация. Мы стараемся быть законопослушными, и во многом у нас это получается. А родное наше государство нам, как выясняется, не доверяет. И придумывает все новые способы контроля и наказания за те или иные правонарушения. Я вот о чем. Министерство юстиции предлагает внести поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым списывать долги с банковских карт граждан можно будет автоматически, без участия судебных приставов. Перейти к такому режиму взыскания долгов Минюз планирует с 2022 года. Речь в первую очередь идет о штрафах за нарушение правил дорожного движения. Конечно, нарушают у нас много и часто. С этим трудно поспорить. Общий долг по штрафам ГИБДД в минувшем году увеличился почти на 1 миллиард рублей. И теперь составляет 11,3 миллиарда рублей. Однако опросы показывают, что каждый третий автомобилист за год хотя бы раз получил ошибочно выписанный штраф. При этом большинство их оплачивает. Потому что апелляция в суде создает людям дополнительные трудности. Но не будет же идти в суд из-за каких-то 500-800 рублей. Долго, муторно и, как говорится, себе дороже. Государство же радостно потирает руки, нашпиговало страну тысячами камер, выписывает миллионные штрафы, получает миллиарды рублей, а теперь еще хочет при этом меньше себя утруждать, автоматом вытаскивая деньги из кошельков граждан. Отнимать у человека деньги можно только по решению справедливого паритетного суда, когда человек знает, в чем его обвиняют, и может при необходимости защищать себя. Иначе это банальный бандитизм, считает лидер партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов. И это действительно так. Зная наши судопроизводства, планы по штрафам и наплевательское отношение к правам граждан, можно не сомневаться, что автоматическое списание со счетов граждан долгов по административным штрафам приведет к произволу со стороны чиновников. Партия «Справедливая Россия за правду» предлагает новому составу Государственной Думы заблокировать этот законопроект. Получится ли? Если в Новой Думе опять будет послушное большинство, действующее по указке правительства, то с большей долей вероятности право беззаконно обирать нас будет узаконено. Вот такой вот невеселый каламбур. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова